Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, новостями из Швейцарии, а также интересными моментами, которые вы, может быть, и не знали о Швейцарии. Сегодня буду развеивать мифы, которые часто читаю в комментариях своих зрителей на YouTube-канале, а также в TikTok. Я посетила очень интересный курс последней помощи, который проходил в доме престарелых. И там было очень много внимания уделено палеотивной помощи. Чтобы вы понимали, палеотив – это не медицина, а это уход за людьми, которым осталось недолго жить. И смысл его не как у медицины продлить жизнь, а смысл дать этому человеку самое лучшее качество жизни перед его уходом. То есть окружить его заботой, любовью, психологическим спокойным состоянием, социальные какие-то контакты для него наладить, а также сделать эти последние месяцы жизни максимально комфортными и, естественно, без боли, чтобы человек не испытывал никаких ужасных моментов. Если вам будет интересна эта тема, палеотивный уход, он только недавно начал развиваться во многих странах, и он идет вразрез с понятием медицины, ставьте плюсик в комментариях, я сделаю на эту тему отдельный сюжет. Но сегодня я хочу вам рассказать про Швейцарию. Интересные даты сейчас я вам представлю, которые, опять-таки, я получила на этом курсе. И развею мифы, да, потому что очень многие люди, особенно вот украинцы, которые сейчас приехали в Швейцарию, иногда всплывают у них тоже такие замечания, которые для них дикостью выглядят, а на самом деле имеют самое обычное объяснение. Итак, начнем все по порядку. Да, кстати, обратите внимание, мадам Брушкина нашла себе место. У меня эта лежанка еще с Одессы, ей уже лет 12, она никогда там не лежала. И помните, год назад, когда мы взяли психолога собачьего, и она провела с нами день и увидела, что у собаки нет места, хотя эта лежанка стояла тут всегда. Да, и она нас научила, да, чтобы собаку приучить к месту. И, пожалуйста, лежит, спит, нашла себе покой. Вот это вот очень важно, да, чтобы у собаки не было этого мятежного состояния, как она раньше между ног болталась. Где сядешь, там она под ногами у тебя пристраивается. Так что, видите, даже в этом возрасте собаку можно чему-то научить. Ну, мы вернемся к нашей теме. Начнем мы со статистики. Итак, в 2022 году в Швейцарии насчитывалось 8 миллионов 815 тысяч 385 жителей. Из них женщин 4 миллиона 435 тысяч и мужчин 4 миллиона 379 900 тысяч человек. В 2022 году на свет появилось 82 371 младенец, а умерло 74 425 людей. В общем, как видите, меньше, чем родилось, что является хорошим знаком. При царе насчитывается 4 миллиона семей, то есть людей, которые живут вместе. Это не количество людей, а количество домов, где живут семьи. Они могут быть от 2 до 4, 6, 8 человек. Вернулось 190 883 граждан Швейцарии из работы, командировок, а также из каких-то других стран, где они проживали длительное время. А уехало из Швейцарии 122 123 человек. Как видите, это мизерный процент. Не так, как вы себе думали. Женились, вышли замуж 40 938 человек и 199 объявили себя парами, имея однополые связи. Как видите, это меньше 0,5% от количества женившихся. Согласитесь, в стране, где нет никаких запретов и никто не должен прятаться и скрываться, это очень мизерный процент. Ну, а развелось в прошлом году 16201 человек, то есть меньше половины, около 40%, и 208 человек вышли из партнерства, опять-таки, которые имеют однополые связи. И тут точно так же видно, что это очень маленький процент. Ну и, конечно же, тенденция во всем мире с разводами уже плавно подходит к 50%. Средняя продолжительность жизни в Швейцарии в прошлом году составила 85,4 года у женщин и 81,6 лет у мужчин. Как видите, женщины живут на 4 года дольше мужчин. В среднем, конечно же. Ну, а сейчас мы с вами прогуляемся по дому престарелых, вернее, по местам, которые я могла увидеть, проходя мимо, как посетитель. Так как курс мой проходил в субботу, я была приятно удивлена, что в ресторане во время обеда есть специальные залы, где можно пообедать со своими родственниками, которые приходят навещать старичков. Да, это не обязательно были дети, внуки. Это были также друзья, которые еще молодые и живут отдельно. Очень вкусная кухня. Есть меню, есть карта а-ля карт. И вот помещение, где проходил наш курс. Если вам будет интересно о именно последней помощи, как себя вести с такими людьми, чем нас угощали на этом курсе, как нас вообще принимали. Вот я, конечно же, отдельно вам расскажу в отдельном сюжете. Смотрите, какой есть основной работник. В хорошие дома престарелых занимает очередь за 10 лет. И даже можно в свою комнату новую взять что-то из своей мебели, чтобы не так скучать по дому, где провел всю свою жизнь. По одному человеку живут в таких номерах, комнатах. Ну а семейные пары, конечно же, вместе. А в этот дом престарелых требуются добровольные работники, которые будут приходить к старичкам и помогать им. Либо проводить с ними время, либо читать им сказки, книжки, рассматривать фотографии, у которых уже, может быть, не осталось родственников, либо они заняты своей жизнью. А здесь можно посмотреть, как проходит расписание в доме престарелых. Значит, есть тренировка памяти, букеты собирают, какие-то турнеры, это спортивные занятия, активированные занятия, мужская группа. Выходят они куда-то на автобусе, едут за пределы, какие-то экскурсии, вот концерты, мозаику собирают, вечернее какое-то мероприятие, пение, хор, разговоры, читают истории какие-то, месячная встреча с каким-то, не знаю, кто это, может быть, священник местный, и вот расписание божественных служб, кто, какой вере, тут есть ромиша католическая, есть реформерты, церковь, и здесь можно заказать себе парикмахера, пожалуйста, придет женщина по звонку и вас будет обслуживать, а также можно посидеть в бранч, 28 франков с человека, и в каминном зале провести какую-то встречу, а здесь меню, как мы видим, понедельник, есть еще и вегетарианская версия, есть обычная, и есть еще и нахт-эссен, это типа вечером, да, кто еще не наелся, и вот мы смотрим, понедельник, линдзен супы, салат, то есть это чечевичный суп, либо салат, каннелони с мясом, томатном соусе, сладенький десерт какой-то, здесь кальраби, крем-суп, салат, говядина в бальзамическом соусе, и кнак-эрбсен, шпирали, смотрите, какое разнообразие, меню, и обязательно, нахт-эссен, яблочный пирог, с вальниным соусом, сапф домашний, с маслом, конфитюром, и компот, как видите, в основном идет обед, на ужин очень уже мало еды, обед хороший такой, три вида еды, на ужин очень-очень скромненько, потому что пожилые люди едят меньше, вот, и завтрак одинаковый, да, то есть кафе-комплет здесь называется, вот, и здесь тоже разные идут мероприятия, которые проходят в этом помещении, вот так выглядит сам ресторан, и все еще до сих пор украшено новогодней темой, очень мило и уютно, вот так это все выглядит снаружи, и правая часть, она уже для людей, которые лежачие, да, у которых нужен уже медицинский уход. Как вы думаете, какой процент людей в Швейцарии умирает дома, а какой процент умирает в специальных заведениях, да, ну, это могут быть больницы, хосписы, палеотивные отделения, это могут быть дома престарелых, то есть заведения и какой процент дома. Напишите в комментариях, в конце видео я отвечу. Итак, первый миф, который я хочу развеять, и предположения, которые многие люди выдвигают, не понимая, как работает здесь система, что бедных несчастных стариков сдают в дом престарелых на старости лет, сдают, чтобы отобрать у них жилье, чтобы избавиться от них. Во-первых, здесь люди учатся с детства, со школы, брать ответственность за себя, за свою жизнь, свои руки. Здесь никто, никому, ничем не обязан. Вы это выражение тоже неправильно понимаете, это выражение важно для вас. Нет в этом мире ни одного человека, который обязан делать вас счастливыми, обязан быть рядом с вами, обязан удовлетворять ваши хотелки, и обязан нести ответственность за вашу жизнь. Единственный человек, который это все обязан, это вы сами. И именно на этом курсе я поняла для себя, не важно, как вы жили всю свою жизнь, не важно, кто был в вашем близком окружении, не важно все, потому что, когда приходит момент смерти, вы со смертью один на один. То есть, вот вам психология жизни, да, то есть, человек пришел в этот мир, один на один, вот он вышел на этот свет, и уходит он точно так же в полном одиночестве. Это так построен мир. Поэтому не надо себя окружать ложными какими-то установками и искать всю жизнь человека, который будет делать вас счастливым, всю жизнь, кто же переймет на себя обязанности и будет вас кормить, по яиц держать и так далее. Нет, не ищите. Если такой человек найдется, который будет рядом с вами, да, это только потому, что ему приятно с вами проводить время, но он вам ничем не обязан. Ну, то есть, ожидать от него, что он будет, должен вас развлекать и жить вашу жизнь, да, то есть, всегда нужно думать о себе. В первую очередь, если дело касается ваших каких-то желаний и, конечно же, думать и о других, а не нарушаю ли я их личное пространство. Так вот, швейцарские люди, они это очень четко осознают и они всегда держат дистанцию, не нарушая личные границы, да, то есть, никто никогда в жизни, здесь, в Швейцарии, не позволит себе элементарно даже критиковать кого-то. Все, что мы видим в этом мире, да, вот как все сейчас вокруг меня обустроено, это мой мир, мое восприятие и мое видение. То есть, я сейчас вижу красивый букет, полураспустившиеся цветочки, мне он очень нравится, а прежде всего нравится потому, что это мой муж мне привез и я чувствую от этого букета, помимо запаха, он источает для меня любовь, потому что он мне дорог, я знаю историю этого букета, да, а кто-то другой может посмотреть на эту картинку и сказать, боже мой, это что вообще за ветки? Третий увидит мертвые цветы, их сорвали с клумбы, их лишили жизни, боже мой, как такое вообще можно было поставить? Четвертый вообще называет мою квартиру хрущевкой, да, потому что он другого ничего в своей жизни не видел. И поэтому, когда вы что-то видите и это вам не нравится, то не надо об этом говорить в претензии к человеку. А почему ты делаешь так? Почему ты поставил этот букет? Спросите себя, почему вы видите этот букет ужасным? Почему вы видите картинку этого человека странной? Потому что то, что видит человек, оно отличается от вашего. Если вы и высказываете какие-то претензии, то всегда начинайте предложение со слова «я». То есть «я вижу это как то-то, то-то, то-то». Я не понимаю, зачем срывать цветы. Я не люблю свежесорванные букеты. Тогда люди будут вас слышать. А если вы говорите кому-то, зачем ты сорвал цветы, ты что себе позволяешь, что у тебя в голове, посмотри на кого ты похожа вообще, кто тебе позволил вообще такое говорить, или такое, так себя вести. То есть когда вот эта «ты» форма, вас собеседник не слышит, потому что то, что он от вас слышит, оно не совпадает с его жизнью и мировоззрением. И ваши нападки, они не меняют жизнь этого человека, точно так же, как и вашу. Но вы можете изменить свое мировоззрение, если вы сами себе зададите вопрос, что со мной не так, почему меня этот букет, например, раздражает. И что я заметила в швейцарцах, они, во-первых, почему так долго живут? Они не берут в голову чужие проблемы. Они живут свою жизнь. Они не обременяют себя непрошенными помощью. Они не навязывают никому свои услуги. Да, вот мне постоянно там пишут, «Боже, мне жаль ваших детей. Да помогите вы им материально. Да купите же вы им квартиру». А кто вам вообще сказал, что моим детям нужна квартира, либо им нужна от меня материальная помощь? Почему вы мне навязываете свои какие-то установки? Вот эта вот разница. Именно тогда, когда мы живем в каком-то своем мирке и стараемся этот мир распространить дальше и возмущаемся, почему другие люди этим не живут, именно это вас разрушает изнутри и ведет, естественно, к уменьшению жизни, к качеству жизни, а также всевозможным разным болезням. Потому что вы знаете, все болезни от нервов и от стрессов. И еще одно клише по поводу дома престарелых, что бедные несчастные старики их выпихивают туда, сдают их туда. Это вообще в корне неправильно, потому что здесь люди решают свою жизнь, живут самостоятельно. И никто из членов семьи не будет в жизни навязывать какие-то свои решения и решать за этого пожилого человека. И если пожилой человек принял решение жить в доме престарелых, потому что ему так удобно, ему так комфортно, он так хочет, никто из детей его, внуков, не будет его удерживать и что-либо ему навязывать. И вот побывав в этом доме престарелых, я увидела эти бабушки, дедушки абсолютно счастливые. Опять-таки, дом престарелых тоже отличается. Даже этот, где я была, там есть отделение первое, допустим, где просто люди живут себе обычной жизнью. Вы видели, какие у них там расписания, какие у них экскурсии и хобби. И есть правое крыло, где людям нужен уход. То есть туда уже уходят люди по собственному желанию, которые понимают, что шпитекс, который приходит два раза в день, уже недостаточен. Нужно смотреть за ним 24 часа в сутки. А так как некому смотреть, потому что дети могут жить очень далеко, либо в других странах, то, естественно, человек сам для себя решает, что он хочет быть под присмотром. Он застрахован на этот случай и он выбирает для себя место, где бы он хотел провести остатки своей жизни. И, естественно, уже в этом отделении, где людям нужен уход, там картина уже немножко не такая веселая. То есть, естественно, ты видишь, что там уже люди, которые еле ходят, уже еле разговаривают. Все равно их там активируют, чтобы они чем-то занимались, ну, в силу их возможностей. Кто-то лежит, кто-то вообще уже не встает или там не узнает никого, ни родственников, ни персонал. У каждого своя история. Но, опять-таки, выпхать в дом престарелых, во-первых, это еще и денег стоит. Поэтому эта фраза здесь вообще не работает. Украинцы, которые мне говорят, «Боже мой, в Швейцарии одни старики и инвалиды. Куда ни глянь, везде видишь инвалидов». Я вас уверяю, что и в ваших странах инвалидов достаточно. Просто здесь стоит вопрос о доступности жизни для инвалидов. То есть, может ли инвалид в вашем городе выйти из квартиры? Элементарно. Даже если он доехал до лифта, и он работает, он спустился вниз. Есть ли пандус у него в парадной? И действительно ли этот пандус построен по нормативам, что на нем можно съехать и заехать, и не перевернуться? А если у этого человека коляска элементарная? А даже если он выехал со своего подъезда, он может заехать в транспорт? Есть возможность подъезда внутрь транспорта. В поезд он может заехать, элементарно, в электричку. Он может пойти в бассейн. Он может вылезти с коляски. Есть люди, которые ему в этом помогут, и пойти плавать вместе с другими людьми. Как будут на него реагировать обычные люди? Как они будут это воспринимать, что в их бассейне кто-то барахтается без ног, например? А может этот человек заехать в любой магазин и совершать себе покупки? Сходить в театр? Элементарно, вести обычный образ жизни. Ну, про то, что он в Швейцарии может даже на лыжах кататься, сидя в инвалидном кресле. Это вообще уже другой момент. И когда я сделала видео короткое, где человек, у него такая специальная была какая-то супер-современная коляска, и он на рынке с субботним, салатурни, вот так чух-чух-чух между людьми и покупал продукты. У него корзина тут, наполнено тут. И я назвала это видео «Люди с ограниченными возможностями». И мне начали писать, люди – это не ограниченные возможности, это завышенные потребности. Слишком много он себе хочет, этот человек, понимаете? То, что он выехал, мало того, что из дома, еще и выбирает себе продукты и в состоянии на рынке их купить, будучи инвалидом, не имея работы. То есть это еще одно клише, что вот тут действительно полно инвалидов и стариков. Потому что здесь людей, качество жизни не меняется от того, что они выходят на пенсию, либо они чем-то заболевают, либо получают инвалидность. Они продолжают жить абсолютно нормальной жизнью, и их никто не дискриминирует по здоровью и по возрасту. И кто досмотрел до конца, как я и обещала, значит, по статистике 20% людей умирает дома, остальные в институционах. Но хотели бы умереть дома 70%. Это такое вот желание, когда ты вроде бы хочешь, но нет возможности. Потому что ты понимаешь, что ты остался один. Обычно женщины остаются, переживают своих мужей, они все силы бросили на уход за мужем, мужа не стало. Проходит какое-то время, она начинает болеть и понимает, что за ней так ухаживать уже некому. Она одна в пустом доме в большом, в пустой квартире. Естественно, у нее начинаются страхи. Она бы хотела точно так же умереть в своем доме, как ее муж. Но, к сожалению, она себе этого не может позволить. И она принимает такое решение, что она будет под присмотром. Это все только на добровольной основе. Интересно будет пообщаться в комментариях с вами, какая статистика, если она у вас, в ваших странах. Может быть, вы быстренько погуглите и найдете, и увидите. Продолжительность жизни интересна. И что вы думаете по этому поводу? Если бы у вас в пожилом возрасте была бы возможность остаток своей жизни провести в очень приличном заведении, как я вам показывала, который похож больше на отель, где не надо будет ломать голову, что приготовить, что купить. И плюс за вами будет еще оказан должный медицинский уход. И, естественно, это все будет на высоком уровне, чтобы вы бы предпочли. Еще хочу немножечко добавить. Давайте, когда вы с чем-то не согласны, с информацией, которой я с вами делюсь, если вы с ней не согласны, и теми данными, как живут швейцарские люди, и вам это дико, опять-таки, вам это дико, пишите в комментариях о себе, что вам не нравится, и что вы бы не хотели. То есть, не надо про меня ничего писать, и не надо про швейцарцев ничего писать, какие они дебилы, одинокие, больные, жалкие и так далее. То есть, давайте в комментариях всегда использовать модель «я» и писать про себя и про свои ощущения. Это и есть ваше мнение по этому вопросу. Не о швейцарцев, а как бы вы эту бы ситуацию примерили бы на себя. Спасибо большое, что посмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения. Пока-пока. Ну, а мы возобновили наши занятия после зимних каникул. К нам прибавилось много новеньких. Ну, а теперь мы ждем вас, дорогие мужчины. Присоединяйтесь к нашим занятиям по воскресеньям в санатурне. Как видите, ничего сложного, но это придаст вам здоровье, а также продлит вашу жизнь. Плюс насыщаемся позитивными эмоциями и заряжаемся отличной энергией на всю неделю. эмоциями эмоциями в санатурне.